День воинской славы Куар-код, да не тот. Как жители рязанских многоэтажек едва не стали жертвами мошенников. Нешуточные страсти разгораются вокруг дома на Политаево. Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на улице Чернышевского, лишился металлического ограждения. Этот факт, кстати, стал отдельной темой на заседании правительства. Кто и зачем срезал и увез забор, жильцы могут только предполагать. Их версии в нашем сюжете. Сняли забор с детской площадки. Это видео снял на телефон житель дома 18 августа, когда неизвестные люди на газели приехали и начали спиливать ограждение и грузить в машину. На вопросы людей, кто они такие и с какой стати демонтируют ограждение, внятного ответа так и не дали. В присутствии полиции, не представившись, они демонтировали и погружали наш забор и увезли. В том числе, на котором было установлено оборудование Домру, видеокамеры, домофон. Однако процесс остановить не удалось даже с помощью приехавшего наряда полиции. Сегодня, как мы видим, забора нет. Под корень срезаны даже столбы. Они забор унесли, сняли магнитные ленты с дверей, сегодня снимали гирлянду, обрывали какие-то провода, которые это все есть. Ну, понятно, что унесли домофонное оборудование, за которое мы оплачиваем. Мало того, что законность действий неизвестных людей вызывают у жителей этого дома сомнения, теперь вопросы есть и к застройщику. При покупке квартиры всем жильцам, застройщик, северная компания общеизвестная обещала, что это дом бизнес-класса, что территория будет огорожена, ну и все жильцы будут жить на охраняемой, огороженной территории с видеонаблюдением. По итогу было общее собрание жильцов, на котором, ну скажем так, забрание было заочное, всем подсовывали бумаги при получении ключей, и большинство жильцов выбрало управляющую компанию, которая является, так сказать, ну можно сказать, дочерним лицом северной компании, СК «Эксплуатация». В итоге СК «Эксплуатация» установила обещанный забор, ну то есть как бы жильцы не вникали в подробности, в документальное сопровождение, и просто жили на огороженной территории, надеясь, что это выполненное обещание северной компании. Мы пытаемся выяснить, на каком основании тогда управляющая компания считает этот забор своей собственностью. Жильцы связывают происходящее напрямую со сменой управляющей компании. Так как собственники недовольны были работой управляющей компании, было сделано собрание, где мы решили, что мы хотим изменить управляющую компанию на другую. У нас получилась все-таки смена, собственно, после чего я вообще, допустим, отсутствовала даже в стране, приезжаю, у нас нет забора. У нас была СК «Эксплуатация», и мы заменили на «Лидерфонд». Не одна компания была в, скажем так, альтернативе выбора, а это было несколько компаний, и когда они сделали там свои коммерческие предложения для нашего дома, было принято решение в сторону «Лидерфонда». Если бы не этот шокирующий случай, жили бы спокойно дальше. Люди уже привыкли сами решать свои вопросы. Когда мы установили лавочки за счет жильцов, ну, как бы неравнодушных, потому что мы скинули все денюжки, СК «Эксплуатация» выложила у себя на сайте или где-то рекламный такой пост о том, что они благоустроили территорию, купили лавочки. Устанавливали лавочки. И как бы жильцы нашего дома начали писать о том, что лавочки купили за счет жильцов, все комментарии были стерты, и даже некоторые из тех, кто активно писал, добавлены в черный список. На настоящий момент жители дома бизнес-класса по улице Чернышевского, 3, пишут обращения в разные инстанции в поиске правды. О том, что происходит по этому адресу, знает уже и губернатор региона. На заседании правительства Павел Малков упомянул из ряда вон выходящую ситуацию. Пересылал коллегам сразу, это вот управляющая компания по улице Чернышевского, которая, судя по сообщениям, там срезала забор, провода, еще что-то. Татьяна Витальевна, здесь у нас? Смотрели? Да, здесь Павел Викторович. Да, что здесь со ситуацией? Ну, мы уже получили официальное обращение жителей. В пятницу мы уйдем на проверку. Вообще ситуация, конечно, неоднозначная. Вот прямо сходу сказать не могу. С другой стороны, вопиющая ситуация. Как разрешится эта ситуация, мы будем наблюдать и рассказывать в наших следующих репортажах. Сегодня в России отмечают День воинской славы. Именно в этот день, 80 лет назад, советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. На Площади Победы возложили цветы в память о тех, кто ценой своей жизни внес неоценимый вклад в Великую Победу. Пятидесятидневная Курская битва стала переломным событием в ходе Великой Отечественной войны, положив конец паритету Германии. И сегодня очень символичной становится сама дата ее окончания – 23 августа, день освобождения Харькова. Нынче, как и 80 лет назад, мы снова бьем нацистов на украинской земле. Курско-Орловская битва – это основная битва. Это в основном танковое сражение, где Гитлер ставил задачу нас разбить и победить своими бронированными машинами. Но этого не получилось. Наши войска сгруппировались и пошли в атаку. В ходе наступления нашими войсками было разгромлено 35 дивизий вермахта, в том числе 22 пехотные, 11 танковых и 2 моторизованных. Остальные 42 понесли тяжелые потери и в значительной степени лишились своей боеспособности. Сегодня мы, продолжая традиции тех воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, для нас очень значима такая великая победа. Эта победа называется день воинской славы России. Слава, которая по всему миру гремит. Россия, она непобедима. Более 180 солдат и офицеров по итогам Курской битвы получили звание Героя Советского Союза. Свыше сотни тысяч были награждены орденами и медалями. Многие посмертно. Рязанцы Сергей Трофименко, Валентин Динобургский, Григорий Кабанов и многие другие навсегда вписали свое имя в историю славной победы русского оружия. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Губернатор Павел Малков сегодня в самом Курске принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Курской битве. Губернатор Павел Малков и члены рязанской делегации возложили цветы на мемориальном комплексе советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Приняли также участие в других памятных мероприятиях, ключевым из которых стало торжественное открытие первой очереди мемориального комплекса «Курская битва». В числе гостей – руководители федеральных органов власти и делегации из более чем 40 регионов страны – Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Своё личное присутствие в городе воинской славы Павел Малков объяснил значимостью этого сражения в мировой истории. Этот день определил не просто развитие нашей страны, но и в целом всю мировую историю. Величайшее сражение, самое большое за всю историю человечества. В этом сражении мы воевали против сильнейшей армии мира, воевали против фашизма, смогли победить и, по сути, определили всю дальнейшую жизнь, в том числе и наших будущих поколений. Поэтому, конечно, мы не можем не почтить лично память тех, кто пал, тех, кто победил тогда в это совершенно невероятное время. 50 дней. Вот мы можем этот подвиг описать, но на самом деле представить его очень-очень сложно. Губернатор Рязанской области подчеркнул, в те годы не было ни одной семьи, которую бы не затронула война. Его дедушка прошел всю войну. В 17 лет уехал добровольцем на фронт. Другой дедушка трудился начальником цеха в тылу, а бабушка принимала участие в конструировании самолетов. Победа в той страшной войне – личное дело каждого нынешнего жителя, страны-победителя. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. До 26 августа включительно возле торгового центра «Премьер». Тем временем сотрудники ГИБДД накануне нового учебного года проверили школьные автобусы. Искали технические неисправности. Нашли или нет – расскажем далее. Перед новым учебным сезоном все школьные автобусы должны быть в порядке. Поэтому автоинспекторов интересует практически все. И наличие ремней безопасности, и тахографы, проблесковые маячки и даже износ протекторов. Школьные автобусы, помимо очевидных требований, предъявляемых к автобусам, должны отвечать дополнительным требованиям. Они должны быть, во-первых, желтого цвета, надпись «Дети», сверху желтый маячок или оранжевый. При открывании дверей выставляется дополнительная подножка, чтобы дети могли спокойно заходить. Транспортное средство. При начале движения с открытой дверью транспортное средство глохнет. А еще в каждом автобусе должен быть работающий громкоговоритель. С выходом звука внутрь и снаружи, возле дверей, оборудованы кнопки экстренного выхода. У этих автобусов все эти параметры оказались в норме. Нарушений не выявлено. Жители сразу нескольких рязанских домов пожаловались на активизацию мошенников. У подъездов неизвестные расклеили объявление о якобы замене домофонов и требовании оплатить услугу. Оказалось, что никто никаких работ не вел. Как не попасть на уловку мошенников, расскажем далее. Вот такое объявление увидели у входа в подъезд жители сразу нескольких рязанских домов. Дескать, скоро будет замена домофона. В этом на улице Черновицкой проживают в основном пенсионеры. Кто-то из них, говорят, даже клюнул на эту удочку и попытался оплатить. Банк транзакцию не пропустил. Ну а как он мог пропустить, если единственный канал обратной связи, вот этот сомнительный QR-код, который ведет в разные места. В общем, сомневающиеся обратились к специалистам. Мы прояснили ситуацию, попросили жильцов прислать нам фото и видео. Сделали сами выезды наших сервисных бригад. И выяснилось, что объявление содержит ссылку на сайт, где жильцам просто предлагалось произвести оплату за якобы изготовление домофонных ключей. Хотим обратить внимание, что любые работы, связанные с домофоном и любые другие работы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, требуют обязательного согласования с собственниками помещений. И подобную информацию в избежании мошеннических действий лучше проверять. Больше всего обращений из московского района. Но попытки обмануть жильцов были и в Роще, Дашково-Песочне, Центральном районе. Объявления расклеивали массово, причем жильцов запыгивали, что без покупки ключей у них якобы не будет доступа в подъезды. На самом деле, таких вот объявлений в городе сотни. И не только про домофоны. Выманить деньги пытаются по любому поводу. У жильцов этого дома по Черновицкой есть еще одна история с объявлениями. Проверка счетчиков. В ящик бросают? Да. На постоянной основе. В месяц два-три раза. Но в итоге получается, что... В итоге я думал, действительно, какой-то там проверка счетчиков пошел, где платежи я делаю, предоставил свои данные. Говорит, у вас все за 28-го года, все нормально у вас. К счастью, бдительность пенсионеров оказалась на высоте. Обмануть их через такое вот объявление о смене домофона у жуликов не получилось. Впрочем, юристы компании «Видикон» все подобные случаи фиксировали. А теперь готовит заявление в полицию. Море продукты с Дальнего Востока в Рязани. У вас еще есть время приобрести. Возле торгового центра «Премьер» до 26 августа включительно выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются, потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультацией и подробно рассказать о каждом наименовании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35 видов рыбы и красная икра, холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты и все непревзойденного вкуса. Вкусно, красненько, для сердца, говорят, полезно и так. И красненькая, и белая, икра хорошая. Правда, вот в этот раз они другую повезли, попробуем. Должна быть вкусная. Они всегда все свежие. Есть и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона, ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Вот только найти качественную и свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» именно такие морепродукты. А кто рыбу не любит? Вкусная. Какую здесь купили? Человеч. Как сюда приезжает, так я прихожу сюда. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра – отборная, зернистая, несравненного вкуса. Делегатесы прямиком с Камчатки. В Рязани их можно приобрести до 26 августа включительно. Возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова